Доброе утро, доброе турецкое утро, гюнайдин, как говорят турки, и здороваемся с ними мы. Меня зовут Ева, моего мужа Александр, живем мы в Челябинске, и с 29 по 13 октября, 29 сентября, мы отдыхаем две недели в Анталии, в Турции, и снимаю я для вас влог наш турецкий, каждый день, все наше времяпровождение, куда ездим, как отдыхаем, что едим, по каким, что ценам в Турции, ну все, что нас сопровождает в этой поездке, в этом отпуске, все вам показываю. Вот такой вид из окна у нас утренний, а время сейчас примерно ближе к восьми. Вчера у нас был день отдыха, кто не смотрел наши предыдущие ролики, смотрите, и будущие тоже. Вчера был день отдыха, так как мы в первый свой день намотались, сегодня третий, уже четвертый сегодня день, время что-то идет быстро, а сегодня у нас не день отдыха, сегодня мы кое-куда поедем. Напомню, для тех, кто смотрел, не смотрел нас раньше, в первую неделю мы стараемся немного пошопиться, а вторая неделя у нас более такая культурная, уже спокойнее, ну ездим тоже куда-то, мы, ну уже такие культурные места, скажем так. Но у нас некоторые изменения в культурном программе, позже расскажу. Сегодня, да, сегодня будет у нас такой пробный, у нас шоппинги сейчас пробные, потому что все, большим сомнением, в Турции цены очень сильно повысились, поэтому так все, непонятно будет он этот шопинг или нет. Но все равно, тем не менее, мы пробуем и ездим по тем местам, понравившимся нам. Расскажу позже, куда мы двинем сегодня. Доброе всем утром из отеля Венна. А мы уже на завтраке, сегодня на завтрак с дополнил кексами. Вкусные всегда в Турции, можно не сомневаться. Завтрак стандартный, всегда практически один и тот же. Мне сегодня написали комментарий, что он очень скудный. Как, по-твоему? Скудный график. Кому как? Нам хватает наесться. Не объесться, но можно и объесться при желании, тебе же не ограничено, это же шведский стол. Ужин у нас порционный. Да, завтрак у нас шведский стол и джемы тут, их 4 вида там, мы берем так вот, 3 штучки, куда еще больше. Этого тоже, в принципе, 4 куска колбаски, сыр, там 2 вида сыра я беру, вот этот любимый мой. Овощей сколько хочешь, это я наложила столько, сколько я хочу съесть. А не столько нас, нас никто не ограничивает, завтрак у нас свободный. Хлеба мы едим достаточно много, да? Мы бутерброды любим, сытные. Мюсли тоже вон шоколадные Саша берет, я не это, не хочу. Все, отличный завтрак. Еще раз доброго утра всем. Доброе утро, друзья. Оделись мы, собрались и вышли на улицу. Решили мы поехать в Outlet Mix, наш любимый Outlet, где мы покупали обувь, пуховики, джинсы, шорты. Посмотрим, что в этом году, как. Это были прошедшие 2 года, когда цены были демократичные, там очень даже демократичные. Посмотрим, что творится сегодня. Смотрим, ничего не зарекаемся. Немножечко по дороге поотвечаю на комментарии, сейчас переверну камеру и будем по дороге болтать. Вот он шок рядом с одеждой. Комментарии про завтрак. Ну, что скажу, ребята. Сначала, для начала вспомните первое. Кто как завтракает дома? Сильно я сомневаюсь, что большинство завтракает прям в изобилии. У кого не спросишь, кто вообще не завтракает, кто чашечку кофе. Я вообще, у меня складывается впечатление, что мы с Сашей завтракаем тремя бутербродами. Это прямо мы объедаемся с утра. Редко кто буквально единицы завтракает плотно утром. Это первое. Второе. Никогда, друзья, пожалуйста, не забывайте, сколько вы платите за отдых, за проживание в отеле. Все заложено, и даже сверху в разы больше. Всегда заложено в стоимость отеля все, что вы получаете. Мы, напомню, кто новенький на канале, мы заплатили 62 тысячи за отель в октябре 2024 года, за 14 ночей, за двоих. С двухразовым питанием все включено. Найдите конкурентный отель этому. Сейчас не найдете. Хоть сколько мне примеров пишите. И, друзья, вот некоторые там советовали после нашего там выпуска, вот такой-то отель, такой-то отель рассмотрите. Не рассматривайте отели, пожалуйста, без питания. Друзья, сейчас настолько дорого в Турции питаться самим, что вы столько отдадите денег в этих кафе и ресторанах, что даже вот не приводите в пример отели без питания, либо только с завтраками. У нас, друзья, все просчитано. Мы очень, не хочется хвастаться, но мы очень практичные. И всегда просчитываем все. Очень любим, кстати, людей нашего типа. Они молодцы, я всегда хвалю. Слушайте, ну вы молодцы. Поэтому мы, когда бронируем отель, ищем отель, подбираем. Раньше в Европу всегда так подбирали. Сейчас уже и даже в Турцию. Мы всегда подбираем отели с питанием полупансионов, в частности, в Анталии. Потому что здесь немного, но есть такие отели. Вот в Кеймире в прошлом году, например, таких отелей практически, можно сказать, нету, не было. Питание все включено. Мы вынуждены были взять, потому что было это дешевле. Просто было дешевле. Вот и все. Вышли сейчас на остановочку. Ой, какая красота там впереди, да? Горы. Смотри, какая красота. Давай быстрее берега. Здесь просто нельзя переходить, никакого пешеходного перехода нет. А остановка эта ближе гораздо. В два раза почти. Поэтому здесь идем. Вот мы быстро совсем. Вот только вышли из отеля, и все, уже здесь. Так, ну, давай, конечно, постоим в тенечке. Зачем? Думаю, здесь хорошо. Нормально мне видно. Думаю, что надо его сняли. Да, да, здесь надо остановить. Здесь не крупная остановка, она такая малолюдная. Надо просто руку поднимать, и автобус остановится. Мы первый раз об этом не знали, вы меня забыли. Я сейчас немножечко еще хочу сказать про то, как мы ездим на общественном транспорте. Вот сейчас, например, в отеле интернет есть, роуминг я никакой не подключаю. Что там опять идет? Это там не наш был. Опять КС-06. Нет, не наш. Шестерка не идет. Я как делаю? Я пользуюсь Google картом. Там публикуются все маршруты. Расписание. Ну, расписание мы практически не смотрим. С интернетом открыла, посмотрела. Открыла, какие ходят туда, куда надо. Пункт А, КНБ. Заскриншотила. И все. И сейчас смотрю, какие автобусы наши. Ну, запомнили, там пять автобусов, которые, допустим, надо. Вот лет миг мы поедем. Это в сторону канатной дороги, в сторону Кемера. Ну, на краю практически уже там, можно сказать, окраина Анталии. Вот до туда. И там пешочком где-то примерно с километр надо пройти. Так что вот, друзья, вперед. Сейчас автобусы наши дождемся и поедем. Вот так вот мы и ездим. Также во время пути я уже повторяюсь, открываю. Ну, людей много новых появляются, поэтому повторяюсь. Открываю либо Google карты, либо оффлайн в Турции. Карта Турции оффлайн называется. Я скачиваю ее на Android. Для iOS нету ее, а вот для Android есть. Я ее скачиваю на Сашин телефон. Мы пользуемся двумя телефонами. ВС-18, все, поехали. Все, ели в автобус. Да, и по дороге смотрю, смотрю дорогу. Ну, друзья, для этого надо хорошо дружить с картами, понимать их, ориентироваться. Город немножечко понимать, в какую сторону хотя бы, как минимум, куда вы двигаетесь, в каком направлении. Понятно, что вы не будете знать все остановки и все улицы. Это и не нужно. Но хотя бы, хоть как-то поверхностно иметь представление о направлении вас вообще по городу. Да, какие-то ориентиры. Вот, допустим, мы раз съездили там, мы уже раз, хоп, сразу посмотрели. Так что здесь океанический колледж, да, какой-то. Все, мы здесь и выходим, на это остановки. А в телефоне, в карте я смотрю наше движение. И ближайшая остановка, где именно нам выходить, чтобы не проехать свою и не выйти раньше. Ну, вот как-то так. Так что дерзайте, не ленитесь, старайтесь что-то как-то быть немножечко продвинутым. Это просто путь к свободе и независимости. Когда вы вот немножко хоть как-то ориентируетесь вот таким вот образом, появляется, конечно, ощущение совсем другое от путешествий. Мы больше видим город, да, больше где бываем. Это же в этом и заключается интерес в путешествии. Самый смак и сама прелесть. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Вот, друзья, Биллона. Вот здесь выходим в Аутлет Микс. Мы запомнили сразу это здание еще 4 года назад. Здесь вот... Это, получается, мебельный, да? И здесь как раз пешкотный переход. Сюда переходим на ту сторону дорогу. Да, на этой же стороне, где вышли мы, вот эта Биллона, на этой же стороне вот океанический колледж. То есть здесь учат моряков. Все, а мы перешли на эту сторону дорогу. Там будут потом немножко автосалонов. Он огромный. Дом выстроили. Его не было в прошлом году. Там стройка шла, но дома еще не было. Может, часично позапрошим, да. Но в прошлом мы в Анталию мимо-то все равно проезжали. Мы же ездили в Анталию из Кемера сколько раз. Проезжали. Красиво здесь горы. Здесь уже все. Хребет пошел. Очень близко. Это все те же горы, которые мы и с пляжа. С пляжа я видел. Только там подальше. А здесь уже они совсем близко. Смотрите, друзья, как интересно. Двор этого дома. Дом стоит на возвышенности. Здесь такой склон. Посадили пальмы прямо на склоне. Я вот первый раз, кстати, такое вижу здесь в Турции. И цветы какие-то всякие. Ну, они коммуникации какие-то проводят. И сразу капельный полив. Вон провели эти трубки кругом. Коммуникации какие-то. Вон у них же тут всякие коммуникации. Вода, подключение вон. У них тут полив. Слушай, ну тут так облагораживают. Ты посмотри, банановые вон деревья посадили много. Пальмочки маленькие посадили. Вон лежат, смотри, в ведрах саженцы. И куча цветов тоже. Вьющиеся вон растения вдоль стены насажали. Вообще. Весь и дом похоже живой. А может быть здесь даже и офис на этот дом. Ну, судя по тому, что с балконами жестко. Либо саж-отель, либо отель огромный. Что все может быть, что и отель. Все, мы тут пойдем. Да. Ну, круто так-то, да. Посмотри, как все. Пойдем по тенечку. Пойдем, пройдем здесь. Что, не зря же сделали? Я думаю, мы им не помешаем. Здесь уже вон какая брусчатка постелена. Классная. Мне нравятся такие камушки. Помнишь это? В Италии такие были. Но там уже такие настолько галтованные были. Настолько отполированные ногами. А здесь еще новенькие. Все шероховатые. Ну, такие же. Посмотри, как деревья понасажали здесь. Ой, и кустарники, и пальмы, и цветы. Чего такое нет? Нет, слушай, она красота вообще. Ну да, денег, конечно, обухивается во все это. Охренеть сколько, немало. Да. Ну, здорово, чем. Надо же не только самим отелем привлекать. А и вообще местом в округе. Всей этой местной средой привлекать людей, туристов. Если это отель. Мне кажется, это же скорее всего отель. Анталия постоянно развивается. Причем стремительными темпами. Несмотря на все их экономические трудности. Но богатые люди всегда были и есть. Которые инвестируют во все эти дела. Строят новые коммуникации. И всякие отели и так далее. И живые тоже дома. Там, вон, жилых домов много очень. Да, мы тут по тенечку просто. Там тротуар идет, мы по нему всегда ходили. Ну, под палящим солнцем. Это сегодня, Саша, еще ничего. Сегодня может быть еще 29, наверное, нет. Время полодиннадцатого сейчас. Это сейчас... Это сейчас... Англанс-8. Ну, так это еще не смертельно. А если по 36 было... Ого-го. Так что пока идем и топаем. Сейчас вот Амут за угол уже недалеко будет. К Миксу. Ну, это где-то, Саша, где-то километр или с небольшим километром, наверное, от остановки топать. Ну, так, а тут трассы просто вот этого Д-400. Поэтому здесь остановки смысла нет. Когда здесь отель построят и откроют, это, может быть, и будет здесь остановка. Конечно. Сделаю, да. Я тоже практически уверена в этом. Потому что люди же не только на пляж ходят и по экскурсии. Земля. Земля светлая, коричневая земля. На... Ну, может, нам так кажется. И все растет. Солнце и вода. Самое главное для растения. Первостепенно. А потом уже все остальное. Друзья, давайте под видео я размещу маршрут. Ссылочку на маршрут. Да, мы вот уже пришли от лет. Из отеля Бенна сюда. Для тех, кто будет именно в Бенне отдыхать, маршрут, как сюда доехать. И даже для тех, кто не будет отдыхать в отеле Бенна, сюда можно доехать. Просто координаты увидите, где он находится. И построите сами маршрут. Вот оно отлет Микс. С виду с дороги очень маленькое здание. Оно двухэтажное. Финики твои вон они валяются. Мы там сидели, кстати. Все одно и то же. Маленькое здание, но оно туда идет. Дальше так там внутри. Очень даже большое. Это вот мы идем. В шортиках. Красавство. Сгорело вчера ноги. Да. Ну все. Идем тариться. Очень многие паркетры. Продолжение следует...